Открытый телеканал представляет Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной из самых насущных тем — дороговизна жизни. Мы очень любим нашу страну, но, тем не менее, жизнь в ней становится всё дороже и дороже. — Газета «Израиль.Ом» проводит ежедневное сравнение цен на товары в Израиле, в США и в Европе. И мы видим, что цены в Израиле, конечно, дороже, чем в других странах, на аналогичные товары. Как быть, Игорь, в такой ситуации? — Ценообразование — это целая наука в экономике. Мы можем для зрителя объяснить, что есть два основных фактора, которые очень сильно влияют на цены в Израиле. Ну, перепад вот этот цен в Израиле. С одной стороны, это цены на топливо, которые мы знаем, что в последние полгода был у нас очень сильный тренд снижения цены. Это мы благоприятно почувствовали на своих карманах, когда мы заезжали, допустим, заезжаем сейчас на заправку, то мы видим, что бак сегодня... — Ну, меньше — это меньше-меньше. Мы платим сегодня на 100 по 200 шекелей меньше. Всё зависит, конечно же, от количества бензина, который мы должны употреблять. Ну, в принципе, это очень серьёзная помощь для нас. С другой стороны, это относится к тому, какую выгоду, какую прибыль человек, который содержит, допустим, ту же фабрику, которая производит продукты, вносит в ценообразование. То есть, если я, допустим, произвожу масло, продукты, какие-то питания, я не под государственной субсидией, нахожусь под государственным, там, я не знаю, каким-то законом, то я вкладываю определённую процентную маржину, говорят. То есть, это тот процент, который от стоимости товара я хочу взять себе как прибыль. Допустим, если молоко стоит, там, 5 шекелей, 67 огород, то я хочу, допустим, 10% от этого, от одного пакета внести себе в карман как прибыль. Вот эта вот маржина, она и является, как бы, вторым фактором, который влияет на то, какая у нас цена. Обычно мы очень-очень зависимы от цены на нефть. То есть, все вот эти перепады сильные, которые происходят в последнее время, не в последние, даже полгода, а в последние годы, это именно от того, что происходит на рынках, на рынках сырья. Мы видим, что сейчас снизили цены на электричество, снизили цену на воду. Ну, это прямое последствие, вот это вот именно, сейчас уже цены на нефть снова пошли вверх, но, в принципе, вот это прямое последствие того, что происходит там. Это просто показывает нам, опять же, ещё раз, на какой степени мы, как Израиль, как страна, сама по себе, в принципе, как экономика, очень зависима от цены сырья в России и в других странах. То есть если там нефть, в Саудовской Аравии, хотя у нас никаких отношений с ним нет, то есть если там нефть дешевеет, то мы сразу на себя это положительно, с одной стороны, ощущаем, с другой стороны, тут есть эффект более сложный, его объяснять сложнее, которое является, есть какое-то отрицательное влияние на израильскую экономику, на экспорт, на доллар. Что может сделать частный потребитель, чтобы как-то справиться с постоянными скачками цен и с тем, что товары здесь стоят гораздо больше, чем в любых других странах, скажем так? Ну, вот это вот второй фактор, на самом деле. Второй фактор, он функция вот из-за того, какую марджину закладывать в начальную цену продукта производитель, вторую часть мы говорим, нам нечего с ней делать, мы находимся в интегральном мире, в глобальном, то есть то, что происходит там, мы сразу ощущаем на себе. Вот вторая часть, она состоит из этого марджина, из того, какие налоги вкладывает государство в этот продукт. То есть мы знаем так называемый налог на добавленную стоимость. То есть 18% за каждый продукт мы должны платить. Эти деньги идут на содержание, на социалку, эти деньги идут на образование, на безопасность, на все вот эти вещи. Но ты говоришь, что есть еще прибыль производителю. Да, я говорю сначала... Может ли государство сделать так, чтобы производителю было выгодно брать прибыль меньше? Государство может сделать так, что производителю будет выгоднее брать прибыль меньше, может быть, и государство само может снизить налог на добавленную стоимость. Когда это произойдет, 60 миллиардов шекелей черных налогов уходят от государства. Мы сейчас знаем, что вышли новые статьи, которые рассказывают о том, что в офшорах мы, израильские богачи, содержим громадное количество денег, не платят налоги. То есть это деньги, которые не облагаются... Деньги не облагаются налогами, бюджет Израиля это недополучает, поэтому мы получаем налог вместо, допустим, 13%-18% тех, кто платит их. И в итоге получается, что 5% добавочных это за то, что мы не платим налоги. Это первая часть. Вторая часть это то, что вот этот человек, производитель, какую маржину он закладывает внутрь. Он закладывает 10%, допустим. Почему 10% и не 5%? Он закладывает 10%, потому что для него это полюса. Полюса того, что он на деньги, которые останутся у него, может совершать определенные операции, может жить в определенном уровне. Этот человек связан с другими производителями, связан с другими потребителями. Для того, чтобы произвести тот же самый, купить для себя тот же самый уровень жизни, он сейчас держит 10%. Но если вот этот потребитель, ты и я, допустим, ты продаешь молоко, я продаю мясо, каждый из нас снизил бы цену, между нами произошло бы, с одной стороны мы получили бы тот же самый продукт, с другой стороны, а маржину, которую мы берем, она была бы меньше. То есть тут происходит такая цепочка, что каждый смотрит на другого и пытается себя экономически обезопасить, увеличив вот этот вот маржин, увеличив вот эту добавочную прибыль. В тот момент, когда между нами будут отношения гораздо лучше, ближе, мы не будем пытаться каждый содрать с другого шкуру, добавочную шкуру для того, чтобы чувствовать себя экономически удобнее. То есть можно сказать, что человек чувствует себя, он себя оценивает по отношению к другим, не чисто вот то, что ему нужно на жизнь, на определенный уровень жизни. Я не говорю об оценке. Мы говорим, давай оставим оценку в стороне. Я говорю про простую математику. Человек, допустим, я маленький производитель. Мне нужно, я знаю, для того, чтобы мне прожить в Израиле, мне нужно 18 тысяч шекелей для моей семьи чистого дохода. Вот это вот 18 тысяч шекелей, я вкладываю вот эту вот прибыль в свои товары. Я хочу от своей продажи получить 18 тысяч шекелей. Когда мы начинаем разбирать, что такое вот эти 18 тысяч шекелей, допустим, в месяц, то там получается, что я должен платить за садики, за школу, за продукты, за то и за сё. Вот если все бы, каждый на своём рабочем месте, снизил бы немножко свои аппетиты, то я как производитель, который вкладывает 10% для того, чтобы получить 18 тысяч шекелей, может быть, смог бы прожить на 15 тысяч шекелей, на 13 тысяч шекелей, потому что все снизили вот эту вот цену, как бы сработала цепочка интегральная. Поэтому это происходит не из-за того, что мы сравниваем друг друга, а из-за того, что мы пытаемся посредством вот добавочной, вот этой вот добавочной наценки, мы пытаемся себя обезопасить экономически для того, чтобы дать себе тот же уровень жизни, который, в принципе, мы можем дать на гораздо более низком уровне. Кстати, эти схемы хорошо работают в других странах, в социал-демократических странах. Работали в прошлом, сегодня хуже. Отлично работали, когда люди платили громадные налоги. В странах, как Швеция. Ну да, да, раньше это работало, сегодня, понимаешь. Платили большие налоги, но они знали, что это все к ним возвращается. В принципе, это работает та же система. Если человек уверен, что с него не сдерут сейчас вдвойную цену в супере, он свою продукцию будет оценивать немножко ниже. Ясно. Но это все ясно, цепочка, общая система. Что может сделать частный потребитель, не производитель? Что он может сделать сейчас, чтобы как-то справиться с этими скачками, постоянными цен и с дороговизной жизни? Есть что-то, что мы можем сделать? Когда мы говорим о предприятиях, то есть что делать. Простому потребителю, в принципе, делать нечего. Конечно же, нужно смотреть, допустим, то, что произошло в России, либо то, что происходит сейчас с долларом. Нужно смотреть, что у человека нет активов в одной валюте, доходы в одной валюте, допустим, расходы в другой валюте. То есть тот момент, когда происходит какой-то дисбаланс, когда ты, кроме того, что у тебя доходы в одной валюте, расходы в другой валюте, и, может быть, сниз курса, снижение курса, в таком случае ты можешь потерять дважды. Поэтому человек должен стремиться, но это, опять же, это простому потребителю, это практически не относится, это относится больше к предприятиям. Должен стремиться, чтобы у тебя были сбалансированные доходы и расходы, и с точки зрения эквивалента сумм, и с точки зрения валют, чтобы не получилось такого, что, допустим, у тебя доходы в рублях, а расходы, не дай бог, в долларах. И рубль у нас падает, доллар растёт. Получается так, что люди, которые раньше получали прибыль в доллар, в рублях, сегодня получают как бы в конечном итоге в два раза меньше. Ну, я думаю, что это менее релевантно для большинства наших зрителей. Если мы как-то попытаемся открыть глаза, посмотреть вокруг, посмотреть на наше окружение, может ли наше окружение как-то нам помочь, или мы можем помочь друг другу как-то справиться с этими постоянно растущими ценами? Обязательно должны к этому стремиться, опять же. Тут говорится, это не экономика, это простая психология. Психология простой воды, то есть это так называемая теория игр, которая каждый раз, к сожалению, идёт в худшую сторону. Это когда человек находится в окружении ещё нескольких друзей, там, неважно, людей, которых он не знает, то его поведенческие какие-то решения, психологические ходы, неважно ли это экономические, либо просто игровые, они всегда исходят из того, что он просчитывает худшие варианты по отношению к себе. Это происходит из-за того, что человек живёт в какой-то состоянии... Неуверенности. Неуверенности в себе. Вот если это состояние неуверенности немножко... Неуверенности в своём окружении, в том, что ему желают добра. Да. Вот если это состояние мы воспитываем постепенно, воспитываем, то есть не то, что мы палками бьём, это мы с детского возраста вместо того, чтобы людей учить быть лидерами, немножко в сторону коллектива их как бы попытаемся привести, то они почувствуют себя гораздо лучше, то они не будут питаться из шести человек, там, семьи, в которых они находятся, что каждый против меня сейчас играет, они, может, подумают о том, что мы играем вместе. В тот момент, когда это происходит, есть от этого экономический эффект. Люди, живущие в более бедных странах, из-за того, что существует более тесное отношение, чувствуют добавочное чувство. Чувство взаимосвязанности, солидарности, уверенности в себе. В денежном эквиваленте это можно просчитать, потому что даже болезни, люди там болеют гораздо меньше, потому что они чувствуют, что они в постоянной гонке, в постоянном бою против всех, как в играх компьютерных. Ну, будем надеяться, что мы вместе научимся играть, вместе играть одной командой. Всего хорошего.